Так, покататься на гидроцикле, позагорать на пляже, переплыть в Волгу. Это у тебя мечты какие, Саша? Какие мечты? Это планы. Планы на лето. Какое лето? На следующее? Так рано? Почему на следующее? На это лето. Катюш, на календаре 23 сентября. Ну, это же осень, Саша. А в народе это означает начало бабьего лета, а значит сейчас как солнышко засветит, как температура поднимется до 30 градусов. Так, 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 стоп, Саша, мне кажется, ты как-то неправильно понимаешь бабье лето. А что понимать-то? Ну, лето, оно и есть лето. Так что, слушай, готовь купальник, мы едем загорать на пляж. Все понятно с тобой. Доброе утро. Гуверния в студии полной летнего настроения, Саша Кондратьев. И Катя Перка, которая поддалась осенней хандре. Но бабье лето на дворе. На дворе бабье лето, Саша. Я предлагаю наш сегодняшний эфир посвятить ему и все-таки разобраться, в конце концов, чем же отличается бабье лето от обычного лета. Договорились. А мне еще интересно, вот если осенью бабье лето, то чье же оно летом? Ну, на этот вопрос тебе ответят жители гувернии. Ой, летом было прям летнее такое лето. Жалко. Всенародное. Я тоже, наверное, так думаю, конечно. Лето было очень хорошее. Теплое, жаркое. Мы приехали с Урала. У нас в это лето было отличное. Летом, я так думаю, ну какое оно было. На ум не приходит. Веселое детское лето. Детям, я думаю, радость была, потому что в эти фонтанах, то есть везде каждой лужице детям была радость. И я бы с удовольствием сама залезла в них. Наше лето. Мужское. Дедушкино. Бабье. А сейчас бабье? Сейчас бабье. Тепло. Ну, значит, для всех оставлю. Мужское лето. Лето, лето. Просто лето. Угадайте главную новость сентября. Дети вернулись в школу? На огородах созрела тыква? А вот и нет. Главное – это шанс получить солидный процент. Соль новости в том, что АО «Коммерческий банк Солидарность» с 20 сентября повышает ставку по вкладу «Солидный процент». Чтобы вам не пришлось, как Боратино, закапывать свои сольды на поле чудес, АО «КБ Солидарность» предлагает выгодную ставку до 7,9%. Согласитесь, это солидно. Успейте воспользоваться отличным предложением. Данный акционный вклад можно открыть до 30 сентября 2021 года. Подробная информация на сайте solid.ru. Удачи! Продолжаем нашу программу. У нас гостяк Надежда Синёк. Эксперт по... чему я забыл? По питанию, конечно же. Спортивный диетолог. Доброе утро. Доброе утро. Ну, слушайте, хоть и бабье лето наступило, но как-то встаешь на работу, еще темно, сил нет, хочется спать. И, естественно, хотелось бы спросить у вас какого эксперта, профессионала, чтобы нам съесть такого или выпить, чтобы чувствовать бодрость в течение дня? На самом деле, действительно, несмотря на то, что у нас очень развиты сейчас социальные связи, мы еще очень тесно связаны с природой. Поэтому нам очень физиологично просыпаться с рассветом и засыпать закатом. И, конечно, мы встаем темно и чувствуем такую некую подавленность. Это, по сути, вариант нормы. Единственное, нужно понимать, что в это самое время организм нужно максимально поддержать. Поддержать правильным питанием, здоровыми привычками. И самый бодрящий утренний напиток – это стакан воды. Как бы удивительно... А как же и кофе, да? Да, 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 не прозвучало. Почему? Потому что, когда у нас есть дефицит по воде, вот это все состояние некой подавленности, удрученности, оно только усиливается. Мы восполняем водный баланс и чувствуем себя более энергичными. А если мы еще хотим, чтобы наш организм запустил все свои системы, был подготовлен к приему завтрака... Лимон. Лимон и температура воды должна быть такая умеренно горячая. Так, а как же кофе? Что касается... Классический утренний напиток для водости. Да, 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 что касается кофе, безусловно. Да, успокойте, Катя, пожалуйста, а то человек не... Кофе бодрит. Успокаиваю, Катя, кофе бодрит. Единственное, здесь нужно понимать, за счет чего он бодрит. На самом деле кофеин не сам по себе дает нам эту бодрость. Он обладает уникальным свойством вскрывать те клетки, в которых содержится наша собственная энергия, наше собственное такое ресурсное депо. Поэтому здесь важно лимитировать, чтобы не опустошить эти ресурсы. И какая тогда норма должна быть кофе в день, чтобы не опустошить наши ресурсы энергии? Ну да, это выглядит сейчас. Под классической нормой это одна чашка бодрящего напитка в день. На голодный желудок можно кофе? Безусловно, нет. Вообще у кофе есть ряд противопоказаний. К ним можно отнести такие, как гипертония, как заболевание желудочно-кишечного тракта, варикозное расширение вен и прочие проявления слабой соединительной ткани. И я бы говорила, если честно, еще про одно такое негласное противопоказание. Потому что если бы мы ограничивались просто чашкой ароматного напитка, оно зачастую, это конфетка, печенье. И если таких подходов за день у нас много, то это тоже повод на задуманность. А кофе со сливками? Кофе, сливки, молоко, вот все топинги, они лучше их убрать и пить просто черный кофе? Или можно добавлять к черный кофе? Смотря какие у нас цели и задачи. Есть моменты, когда это может быть противопоказано. Допустим, если мы снижаем вес, а добавляем в кофе несколько там очень жирных сливок, да, и пьем этот напиток еще несколько раз на день. А если это все-таки черный классический, это самый низкокалорийный, самый, так скажем, безопасный. Так, а если мы выпили стакан водички, можно потом кофе? Или все равно лучше перекусить? Перекусить. Это не напиток натощак. Есть такой момент, когда мы, например, хотим сильно взбодриться. Ну, бывает, вот нужно нам такой вот прям яркий глоток бодрости. То если у нас отсутствуют какие-то противопоказания, есть такой лайфхак. Добавить в кофе не молоко, а кокосовое масло, взбить это капучинатором. И вот этот такой броня кофе, совершенно верно, прокачанный у нас ведущий, да. Поэтому это действительно очень такой энергетический напиток. То есть получается, этот напиток можно на голодный желудок? При отсутствии противопоказаний он уже выступает действительно как еда. Отлично. Сделаем небольшую паузу, потому что помимо кофе поможет взбодриться хорошая погода. Надеюсь, синоптики нас обрадуют. Продолжаем наше общение. Ищем способы легально взбодриться сегодня. Понимаем, что кофе можно только одну чашечку в день. А если кофе не лежит душа, чем его можно заменить? Если не лежит душа с точки зрения, что в нем кофеин, но нравится, например, вкус, то можно заменить на кофе без кофеина, либо на цикорий. А если не лежит душа от слова совсем, да, не по вкусовым предпочтениям никак, то прекрасно нас бодрит свежезаваренный черный чай, еще больше будет бодрить зеленый, и уж точно отберет пальмы первенства у кофе. Это чай мачо. Что такое? Это когда листья зеленого чая измельчены до состояния муки. Это такой очень мощный антиоксидант и очень сильный тонизирующий напиток. С ними тоже можно переборщить, как с кофе? Там тоже есть какие-то лимиты? Аналогичные будут противопоказания гипертонии, заболевания желудочно-кишечного тракта. То, что все, что нас стимулирует, то, что может вызывать учащенное сердцебиение, конечно, у людей, у которых есть с этим проблемы, это будут также противопоказания. Ну, и тоже получается одна чашка в день? Ну, я полагаю, что этого напитка, да, зеленый чай, мы все-таки можем несколько раз в день выпивать с точки зрения поднять жизненный тонус, особенно сейчас, когда это очень необходимо. Перед сном лучше избегать пить? Безусловно. Безусловно. Как кофе, так и любые тонизирующие напитки. Здесь лучше травяные чаи, чтобы так вот уже максимально входить в такое расслабленное, правильное состояние. Так, хорошо, с напитками разобрались, теперь о еде поговорим. Какая еда наиболее поможет нам прийти в такое энергосостояние энергичное? На самом деле, действительно, это так, есть еда, которая тоже способна нас бодрить. И здесь первым я назову это специи. Если вот мы готовим завтрак, да, то есть, например, яичницы, не забываем такую щепоточку жгучего перчика. Если это каша, то можно добавить тоже корицу. Прекрасно будет тенизировать. Кофе со специями тогда будет максимально бодрить. Совершенно верно, но здесь так вот нужно протестировать свой организм на тот случай, что это точно, нет противопоказаний, и все у нас будет хорошо. Еще у нас будет бодрить долька горького шоколада, грейпфрут, орехи. То есть это все то, что вот такие энергайзеры, да, которые подарят нам заряд бодрости. А там вот эти волшебные энергетические батончики, которые даже называются энергетические. По батончикам, я думаю, можно провести отдельный эфир, потому что здесь настолько мы зависим от составов этих самых батончиков. Поэтому общим словом батончик – это польза. К сожалению, я, как и супер по питанию, точно не могу сказать. Отлично. Вот и наметили планы на следующий эфир с надеждой. Прекрасно. Ну и хотелось бы поговорить про обратную сторону. Какая еда делает нас наиболее ленивыми? И как вы все-таки избегаетесь? Я бы здесь говорила о целой группе еды. То есть вся еда, которая будет содержать много ароматизаторов, консервантов, жирное, вот этот весь фастфуд, он почему у нас будет добавлять нам некой усталости? Потому что организм тратит колоссальное количество энергии на то, чтобы переварить эту пищу, на то, чтобы обработать те токсины, которые с этой пищей к нам поступили. Поэтому эта вся энергия могла бы достаться хозяину, да, и он бы шел, совершал свои какие-то подвиги ежедневные. А он это все тратит на то, чтобы переварить не совсем правильную еду. А можно ли тогда сказать, что наоборот, если у вас бессонница, ешьте фастфуд, и вас будет клонить в сон? Ну, безусловно, нет. Это можно сказать, ну, нет. Не будем в такие крайности впадаться. Иногда диетолога нужно принимать категорическое «нет» и просто доверять им. Надежда, спасибо большое. Хорошо. Прекрасный эфир. Мы продолжаем, друзья. И помимо вкусной, полезной еды, помимо кофе и матча, взбодриться поможет хорошая музыка, которую на основалом в рубрике «Как по нотам». Доброе утро, губерния! Это рубрика «Как по нотам». Сегодня у нас в гостях инопланетный музыкальный инструмент – уруши. Японский изобретатель, дизайнер и музыкант с забавным именем Юри Сузуки создает инсталляции музыкальные проекты, удивляющие своим новаторством. Уруши мюзикл-интерфейс объединяет черты диджейского пульта, скрипки, фортепиано, органа и синтезатора. На вид уруши напоминает большую тач-модель. В ее поверхность встроенный миди-интерфейс и контур из золотой проволоки. Когда человек касается определенных точек, панель оживает, реагирует на движение рук и создает музыкальный рисунок. По сути, золотая нить, как проводник, заменяет собой клавиатуру. А встроенный миди-интерфейс позволяет работать с другими музыкальными инструментами. Будущее наступило. Ведь для того, чтобы играть на инструменте уруши, достаточно одного движения руки. Не нужны клавиши и струны. Поистине космические звуки. Подобные инструменты используют в различных музыкальных перформансах и шоу. А у меня на этом все. До следующей недели. Споемся. Продолжаем нашу программу. У нас в гостях Арина Горянова стилиста дизайнеров воротников. Доброе утро. Доброе утро. Воротники очень неожиданно. Это что такое? Новый тренд, новое направление. Как вы к этому пришли, Арина? Ну, это уже не новый тренд, а устоявшийся, я думаю. В 2018-2019 году они появились на подиумах, но не как отложной съемный воротник, а как деталь блузы или платья. И уже вот со временем стали, ну, изобрели или не изобрели, наверное, а возобновили тренд на съемные именно воротники. Ну, это же, да, это из истории приходит. Да, из истории. Мне кажется, как раз в середине века была популярная такая история. Ну, да. Как же ее осовременили, что туда добавляют и как вообще это лучше носить, естественно. Их можно назвать как современные воротники Питера Пена. То есть они тоже были такие отложные, закругленные. А это такая современная версия. Сейчас они более гипертрофированные, то есть увеличенные, более такие театральные. И как их сочетать, вы спросили? Да. Да, с чем можно сочетать? С чем? Их можно сочетать абсолютно со всем практически. Все зависит от вашей фантазии. Это, ну, со многими стилями. Это и с блузами, и с... Вот я делала вот такой вот свитшот. Можно и с платьями, и с пиджаками, с брючными костюмами. В общем, я думаю, что практически со всем. Такая универсальная штука для молодых. Универсальная вещь, да, которая делает вас уникальной и привлекает внимание. Как-то размер воротника нужно правильно подбирать, чтобы он там до плеча доходил или там дальше, ближе? Я думаю, что это зависит от желания самого человека. Не все готовы носить такие крупные, большие воротники. Многие склоняются к классическим размерам, чтобы не так привлекать внимание, чтобы можно было одеть на работу, к примеру. То есть для офисного лука? Да, для офисного лука. Да, для офисного лука. Чтобы тебя не заметили. Да. То есть в офис воротнике тоже вполне... Да, очень даже. А что, давайте примерим, да? Позвольте вот белый ваш воротничок. Вот чаще всего, конечно, выбирают универсальный белый воротник, ну, средних размеров. Я могу примерить? Я могу на себе. Да, конечно, давайте. Да, вот, отлично. Сейчас мы сразу узнаем, как им пользоваться. Это такая классика, да? Это, ну, можно сказать, да, классика. Вот так. На завязках. Микрофончик. Завязываем мы... Да, можно просто на узелок, можно бантиком. Как вам угодно. Сразу преобразились. То есть не классница. Классница пришла в школу. Да, детские, кстати, воротники тоже сейчас трендят. Да, это очень актуально, потому что в школе форма, и это можно как-то выделить, возможно, ученика, потому что в возрасте, я думаю, в любом возрасте, особенно в школе, хочется как-то немножко выделиться, да, показать себя, вот это бунтарство, а это может быть такая деталь, я думаю, это разрешено. Да, я думаю, это разрешено будет. Что касается цветов вообще сейчас, какие запросы? Мы понимаем, что некоторые есть, которые ходят в офис, им особо не хочется выделяться, но я уверен, что есть яркие личности, которые прям в рви глаз воротники хотят. С такими сталкивались индивидуальностями? Да, но это больше не для работы, а вот для свободного времени, как-то такие творческие больше люди хотят, да, выбирают. А вообще в плане цвета есть ли какие-то тренды на вашей стиле? В основном белый, чаще всего это ходовой, потому что не нужно париться, как подбирать, потому что он универсален ко всему. А если принт какой-то, то какой обычный? Какой чаще используют? Какой чаще? Клетка какой-то, он тоже, наверное, как классика, что ли, клетка. Ну, еще в цветочек. Белый, он загрязняется, мне кажется, часто. Как за ним ухаживать? Да. Вопрос вкладываю? Стирать вручную желательно, потому что преимущественно изготавливаю из натуральных тканей, поэтому лучше, конечно, вручную стирать. Сделан небольшую паузу, и, кстати, Максим Полагнек выбирает не воротник, а фартук, потому что в нем завтрак удобнее готовить. Давайте посмотрим. Как известно, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, а еще мудрее поступает тот, кто смотрит рубрику «Лайфхак на завтрак». Всем доброе утро! Наталья, чем будем сегодня удивлять наших зрителей? Сегодня мы приготовим творожные вафли, причем они такие универсальные, подашь к ним сладкий топпинг, они будут сладкими. Если хочешь их использовать именно для рыбки, там, ветчины, да, они прекрасно... Нужно? Вафли с рыбой? Нужно, да, это очень вкусно. В следующий раз тогда попробуем? Да, обязательно. Я сейчас отделю желток от белка и тебя попрошу белок взбить. Для того, чтобы у нас взбились с тобой белки, нам нужно начать на низкой скорости. Когда вот мы с тобой видим, что пошли вот такие пузырики, мы можем прибавить на одну скорость. Максимальную скорость мы с тобой прибавим только тогда, когда увидим, что у нас белок покрылся пенной... Пенной вечеринкой. Да, вот именно пенной такая, пивная пена, я бы сказала. Пивная даже. Да. Вот как увидишь, значит, прибавляй. А я пока подготовлю, значит, наш желток. Я смешаю с творогом. Можно взять сразу мягкий творог или же взять творог обычный рассыпчатый, но тогда взбить его через блендер с молоком. Так, что это за игрушечная терочка? Я вот думала, задашь вопрос, удивишься ли ты. Да-да, вот это мускатный орех. И очень зря в отделах, где у нас продают сухофрукты и специи, мимо таких орехов проходят. Потому что, ну ты сам, да, удивился, никогда в бумажном пакетике, когда мускатный орех продают, уже молотый, он не будет настолько ароматный, как вот такие вот орешки. Поэтому, а это вот для специй. Утром надо взбодриться, поэтому мы с тобой добавим корицу. Вот так вот стихами и заговорили. Здесь я смешала все наши сухие ингредиенты. Сейчас я добавляю разрыхлитель, чайную прям буквально ложечку. Здесь наши отруби, корица. Мы добавили с тобой мускатный орех. Все хорошо перемешали. Здесь мы соединили творог, яйцо, желток. Добавляем молоко. Все это смешиваем хорошенечко. А что это такое? Вкусно, но не пойму, что. Это экстракт ванили. Ну если у вас ванилин, прям буквально вот две капельки. Если у вас сухой ванилин, ну можно на нем. Мы с тобой все наши жидкие ингредиенты смешали, сухие смешали. Мы вначале соединяем жидкие ингредиенты и сухие. Все хорошо перемешиваем. Ну это вот тоже один из лайфхаков для того, чтобы хорошо все перемешать. Нужно крутить миску. Да, да. У нас с тобой как бы встречные две руки идут. Мы белки с тобой выложили на массу. И вот такими движениями, аккуратно, чтобы не разбить вот эту воздушность, мы сверху вниз вмешиваем в массу. Давай. А она у нас останется как-то? А ты сейчас увидишь. Потом почувствуется самая воздушность. Самая воздушность будет в вафлях. И выкладываем через кончик, заполняя наши формы. И закрываем. Нет опасности, что тут надо как-то... Закрываем. Понял, ладно. Слушаюсь. Все? Да, мы закрыли. Через 7 минут наши вафли с тобой готовы. Ого. Такие вот они румяненькие. Аромат, да? Аромат какой корицы невероятный. Это как раз пробуждающий утренний. Мы украсим их, опять же, творожным сыром. Сироп кленовый. Как вот в голливудских фильмах, да? Когда поливают им блинчики. Где твоя большая вилка? Так, здесь. Как это правильно? Я даже не знаю. А вот как тебе нравится? То есть отрезаем кусочек? Да. Наверное. Ой, какие прям нежные уже чувствуются. Воздушные. Хотя у нас с тобой творог. Так. Допустим, берем. Наверное, макаем, да? Немножко сыр. Можно со сметанкой, конечно, тоже подать. Запах невероятный. Боже, что это? Вот, честно говоря, я бы с закрытыми глазами не понял, что это в вафле. Там как-то все прямо все по-другому. Очень здорово, очень вкусно, невероятно. Теперь интересно услышать ваше мнение, поэтому готовьте дома это прекрасное блюдо и попытайтесь понять, что же у вас выходит на первый план. В любом случае, послевкусие будет потрясающим. С вами были Наталья и Максим и рубрика «Лайфхак на завтрак». Всем приятного аппетита. До встречи. Пока. Продолжаем наше приятное общение о воротниках. Сегодня говорим вместе с Ариной. Расскажите, варианты для мужчин, может быть, существуют какие-то или мужчины пока все-таки опасаются таких аксессуаров? Я думаю, что это возможно, хотя я не шью для мужчин, потому что в тенденциях гендерное равенство, и я знаю самарских дизайнеров, которые шьют одежду унисекс, которую можно носить, там, брат-сестру или, там, парень с девушкой. И я не исключаю такой возможности, что мне когда-нибудь напишет «парень с запросом воротника». «Парень, мы тебя ищем». Пиши, пиши. Подпишите, пожалуйста, конечно. А если говорить про классические воротники, которые мы берем, можно ли добавлять туда какой-то декор? Да, например, там, не знаю, брошь еще добавить к воротнику или что-то такое. Почему нет? Если кто-то любит брошь или дополнительно как-то украшать, дело вкуса. Если красиво обыграть. Из какого материала лучше делать воротники? Желательно не из очень плотных, иначе они встанут колом и не лягут по спинке и на плечиках. Это очень важно. Будет круглое просто вокруг. Да, будет просто круглое. И важно все-таки натуральные ткани, так как нет вот этого эффекта электромагнитизма или электро... Ну, не магнититься, в общем, так правильно, к одежде. Вот, поэтому лучше натуральные ткани и не очень плотные. А как потом, вот мы их постирали, а потом его надо как-то гладить, отваривать? Да, погладить, прогладить. Ну, то есть просто спокойно? Да, спокойно прогладить. Сколько времени уходит на создание воротника? От задумки до итога? Да, конечно. Я думаю, что можно и за пару дней. А как вы придумываете то, что хочу сегодня вот такой дизайн воротника? Или где-то вы берете эти идеи, где-то подсматриваете, конечно, вдохновляюсь, да, из показов, журналов, Pinterest. Беру оттуда вдохновение и уже как-то додумываю, там, ищу сама материалы и там детали дорабатываю сама. Какие-то более теплые воротники вы делаете? Да. Может, вязаные какие-то? Да, вязаные не делала, делала из стеганой такой ткани, то есть как стеганая куртка, и их можно как раз носить поверх пальто или тренча, или также стеганой куртки, к примеру. Вот отличный вариант, потому что бабье лето сейчас пройдет, будут холода, самое время запастись меховыми воротничками. Арина, спасибо вам большое, удачи. Продолжаем нашу программу, сделаем небольшую паузу и вновь встретимся в нашей студии. В эфире новости на канале Губерния, в студии Алена Власова. Здравствуйте. В 90% детских садов и школ области уже подает тепло. Отопительный сезон в этом году стартовал как никогда рано, по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Также на данный момент подключены более 76 медучреждений и 80% культуры и спорта. Жилищный фонд получает тепло параллельно. Батареи нагрелись уже в каждом пятом доме. Небывал ранний старт подачи отопления обеспечит жителям более комфортные условия, минимизирует риски, связанные не только с сезонными заболеваниями, но и с использованием бытовых приборов. Профильный городской департамент принимает и рассматривает все обращения по вопросам теплоснабжения. Они поступают как по телефону, так и через социальные сети. Официальная горячая линия откроется в конце сентября. В Самарской области от коронавирусной инфекции уже вакцинировано более 1 миллиона жителей, но медики утверждают, что этого недостаточно. Кому необходимо вакцинироваться в первую очередь и какие районы лидируют по количеству привитых, узнали наши корреспонденты. Альсу Зайнакова живет в Камышлинском районе. Шесть месяцев назад переболела ковидом. Теперь решила для себя необходимо сделать прививку. Не только ради своей безопасности, но и близких. Решила прививаться. Чтобы защищать себя и детей, своих близких, прививаться надо обязательно, чтобы никого не заразить. В Камышлинской ЦРБ работает два прививочных кабинета. Один принимает пациентов только в рабочее время, второй круглосуточно. В Самарской области уже более 1 миллиона 100 тысяч человек сделали прививки от ковид-19. Камышлинский район наряду с Хворостянским, Елховским и Исоклинским находятся в лидерах. Здесь уровень вакцинации превышает 90%. Перед вакцинацией все пациенты осматриваются врачом. Берется согласие, добровольное согласие на вакцинацию. Объясняется важность вакцинации, последствия возможные, которые могут быть, могут быть, может их и не быть. Все это записывается. И пациент проводит вакцинацию и наблюдает в течение 30 минут. Врачи напоминают, особенно важно пройти вакцинацию жителям, входящим в группу риска, в том числе пожилым людям. Через месяц после прививки от коронавируса врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа, чтобы обеспечить своему здоровью и здоровью близких максимальную защиту. На сегодняшний день в регион поступило 563 150 доз. Уже привито более 100 тысяч человек. Елизавета Должикова, Новости губернии. Сохраняют самостоятельность и продлевают активную жизнь людей преклонного возраста. Самарская область стала участником пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Программа внедряется в Чапаевске и в Отрадном. О том, кому соцработники спешат на помощь, и что входит в программу заботы о старшем поколении, наш следующий сюжет. Пенсионерка Нина Сергеевна живет одна, передвигается по квартире на кресле-коляске. Каждый день к ней спешит на помощь социальный работник. В арсенале не только душевное тепло, именно этот специалист помогает ей каждый день справляться с бытовыми вопросами, в том числе и в оформлении пособий, социальных выплат, и делает жизнь комфортнее. Вот смотрите, привезли вам технические средства реабилитации, чтобы вам удобно было купаться. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» и нас, проекта «Демография» таким людям важно обеспечить патронажные соцобслуживания, не отрывая их от привычного образа жизни и окружения. В нашем регионе с этого года в городах Отрадном и Чапаевске внедряется типовая модель системы долговременного ухода. Особенность – помощь тем, кто нуждается в постороннем уходе, наддомной и полустационарной форме соцобслуживания. Осенью этого года стартовал еще один федеральный проект по вовлечению частных медицинских организаций к оказанию медико-социального патронажа для людей старшего поколения 65+. Также мы проводим первый этап диспансеризации с взятием биоматериала на дому и последующей доставкой материала для проведения исследований. Благодаря системе долговременного ухода расширяется перечень бесплатных соцуслуг подопечным на дому. Теперь пакет соцуслуг формируется индивидуально. Внедрение системы долговременного ухода отличается тем, что есть утвержденный законодательством определенный социальный пакет, и он предоставляется совершенно бесплатно. Максимальное время предоставления социальных услуг – это до 28 часов в неделю. Это именно уходовые услуги. Проект пилотный, но уже есть и планы на следующий год. Типовая модель системы долговременного ухода будет внедрена и в других городах и районах Самарской области. Повышение качества жизни пожилых людей – одна из важнейших задач. Поддержка тех, кто нуждается в помощи, является и частью стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей Самарской области. Татьяна Пудова, Новости губерния. Общественный совет при Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области провел выездное заседание в Нефтегорске. В фокусе внимания – центр занятости населения, недавно открывшийся после капремонта. Изменилось не только здание, но и подход к работе. Подробности у Дарьи Зотовой. Наша задача, чтобы всем было приятно здесь хорошо, удобно, но и главное, чтобы они достигали той цели, которую они для себя поставили. А эти цели – работодателям найти своих сотрудников, а безработным – новое дело. В Нефтегорском районе с открытием обновленного центра занятости это стало сделать проще. Изменена планировка помещения, утеплен фасад здания, рабочие места переоснащены. Модернизация затронула и сам подход к работе. Внедрены принципы бережливого производства. Нужно внедрять проекты бережливого производства. Эффективность не раз уже доказана и в других центрах занятости. Сделали максимально правильно фактически все, что задумано. Обеспечены все возможности для маломобильных граждан, что очень важно. Это важнейшая социальная задача, и налицо, что люди здесь поработали. Все до самых мелочей это реализовано в проекте. Капитальный ремонт здания провели благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Он инициирован президентом Владимиром Путином. Обеспечит конкурентноспособность и профессиональную мобильность на рынке труда граждан – важная часть и стратегии лидерства региона. Она разработана губернатором Дмитрием Азаровым при участии жителей. Хотелось бы сказать огромное спасибо губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову, также министру труда занятости миграционной политики Никишиной Ирине Владимировне. Посодействовали в данном направлении, да, и как бы вот сейчас мы работаем в таких комфортных условиях. С начала года в Нефтегорском районе возросло количество вакансий, и они постоянно обновляются. Также можно пройти переобучение, либо повышение квалификации. Более 330 направлений для обучения доступны жителям Самарской области по нацпроекту «Демография». Дарья Зотова, Алексей Гриднев, новости губернии. Книга как мостик к миру. В Самаре началась традиционная осенняя череда встреч современных писателей с подрастающей аудиторией. Беседа проходит в рамках областного проекта «Вовлечение детей с нарушением слуха» в практическую литературную деятельность. В гости к школьникам приезжал автор из северной столицы. Светлана Стрябкова расскажет подробнее. «Это почему?» – удивилась Ника. «У людей нет крыльев. Как же они попадали с одного берега реки на другой?» В этом-то и заключалась задумка Петра Первого. С воодушевлением принялся рассказывать Чижик-Пыжик. Это фрагмент из книги писательницы Юлии Ивановой из Санкт-Петербурга. Сегодня она лично рассказывает о героях своих произведений воспитанникам Самарской школы-интерната номер 4. Свою первую сказку Юлия Иванова написала еще в пятом классе. Вдохновившись книгами о муми-троллях Туви Янсен. На профессиональную писательскую тропу она встала 10 лет назад. Сочиняет одновременно увлекательные и познавательные истории, наполненные историческими и научными фактами. Исторические факты, которые она описывает в своих книгах, они не искажены. То есть ребята узнают вот это прям вот так, как это должно быть. Что не всегда встретишь у многих современных детских писателей. За время встречи писатель успела многое рассказать школьникам о городе, который часто фигурирует в ее книгах «Санкт-Петербурге». Проблем с пониманием между Юлией и детьми, несмотря на имеющееся у них нарушение слуха, не возникло. Литература может стать мостиком между чем угодно, между человеком и городом, между человеком и человеком, между человеком и животным, между человеком и всем миром. Я не думаю, что здесь дети с ограниченными возможностями как-то отличаются от других детей. Книжки понравились. Братишки. Я еще ни разу не была в Санкт-Петербурге. Интересно, что там. Обязательно когда-нибудь схожу в библиотеку и возьму ее. Или через телефон почитаю. Это третья встреча по региональному проекту областной детской библиотеки. Его цель – абилитация глухих и слабослышащих детей в специализированных школах и садах. При общении их к чтению через безбарьерное общение. Авторы книг будут приезжать в Самару и Тольятти в октябре и ноябре. Светлана Стребкова, Сергей Костин. Новости губернии. Больше новостей на нашем сайте. Сова.инфо и в нашем информационном часе в полдень на канале Губерния. А у меня на этом пока все. Всего доброго. Доброе утро, губерния. В студии встречают бабье лето, ведущие Кать Перка. И Сашка Андратьев. Сегодня мы решили разобраться, что же это за природное явление бабье лето. Приступим. Бабье лето – это устойчивый период теплой и сухой погоды осенью. Днем температура может подниматься аж до 25 градусов. Но ночью снова осень и столбик термометра резко падает вниз. В разных регионах продолжительность бабье лето варьируется от нескольких дней до недели-двух. Сейчас принято считать, что бабье лето приходит в следующий день после дня осеннего равноденствия. В этом году – это как раз сегодня, 23 сентября. С научной точки зрения бабье лето можно объяснить так. Это время, когда устанавливается стойкий антициклон, влияющий на потепление погоды. Так откуда же появляется этот антициклон? Дело в том, что с началом холодов листва начинает резко увядать в процессе, выделяя большое количество тепла. Оно поднимается вверх, разгоняет облака и способствует повышению атмосферного давления. Так образуется антициклон, который приносит бабье лето. Прям как в песне. «Осень-осень, давай улицы, спросим». Действительно, есть несколько версий происхождения названия бабьего лета. Первая говорит о том, что в это время хорошо видно созвездие Плеяд, которое называется Бабы. Другая версия заключается в том, что бабьим летом назывался период, когда заканчивались все полевые работы, и женщины могли, наконец, отдохнуть от забот. Некоторые ссылаются на баб, ведьмы, которые могли управлять погодой и возвращали тепло среди осени. Вот эта версия, мне кажется, самая реальная. Бабье лето существует не только в России. Время, когда, казалось бы, летнее тепло возвращается в осень, есть и во многих других странах. Так, в Германии бабье лето называют летом старых баб, почти как у нас. В Болгарии цыганским летом, во Франции летом святого Дени, а в Америке индейским летом. Ну, как бабье лето не называют, все равно непонятно, к кому же относится обычно это лето, жители губернии. Скажите, пожалуйста. Ой, летом было прям летнее такое лето, жалко. Всенародное. Я тоже, наверное, так думаю, конечно. Лето было очень хорошее, теплое, жаркое. Мы приехали с Урала, у нас в это лето было отличное. Летом, я так думаю, ну какое оно было? На ум не приходит, веселое детское лето. Детям, я думаю, радость была, потому что в эти фонтанах, то есть везде, каждый лурц, детям была радость. И я бы с удовольствием сама залезла в них. Наше лето? Мужское. Дедушкино. Бабье. А сейчас бабье? Сейчас бабье. Тепло? Ну, для всех оставлю. Мужское лето. Лето, лето, просто лето. Угадайте главную новость сентября. Дети вернулись в школу? На огородах созрела тыква? А вот и нет. Главное – это шанс получить солидный процент. Соль новости в том, что АО «Коммерческий банк Солидарность» с 20 сентября повышает ставку по вкладу солидный процент. Чтобы вам не пришлось, как Баратино, закапывать свои сольда на поле чудес, АО «КБ Солидарность» предлагает выгодную ставку до 7,9%. Согласитесь, это солидно. Успейте воспользоваться отличным предложением. Данный акционный вклад можно открыть до 30 сентября 2021 года. Подробная информация на сайте solid.ru. Удачи! Продолжаем нашу программу. У нас в гостях Карина Кондакова, дизайнер аксессуаров. Доброе утро, Карин. Доброе утро. Действительно, лето прошло, но радует мысль о том, что бабье лето наступает. И это повод сыграть свадьбу. Если не летом, то сейчас погодка будет отличная. И как раз Кариночка расскажет нам, а в каких же украшениях выйти на этот помост, рядом счастливые люди, и сверкать во всей своей красе. Украшения, как вы их создаете? Сразу такой вопрос. Это в основном ювелирная проволока. Это медь с покрытием серебра и защитным покрытием. И уже дальше ручное плетение полностью. Также цветы ручной работы. Это полимерная глина, которая запекается, и вручную каждый цветок лепится. Так многопрофильные специалисты. Каждая деталь, в принципе, сделана вами. В принципе, да. То есть цветы – это ручная работа, плетение – это ручная работа. Также сережки, но здесь уже фурнитура. Но опять-таки цветы – тоже ручная работа. То есть здесь все создается вручную. Не жалко отдавать потом, когда столько времени делали? Жалко. Первое время было очень жалко отдавать украшения, но потом такой, я себе сделаю. И в итоге ты не делаешь, потому что на себе то, что есть сейчас на мне, это потом обязательно кто-то у меня отнимет. Сапожник без сапог. Да, всегда. То есть, а есть такая история, что под заказ вы делаете? Они вот невесточку приходят, выбирают, а говорят, нет, я хочу что-нибудь особенное. В основном, где-то 80% моей работы – это под заказ, потому что все зависит от свадьбы, от платья, от желания невесты. То есть очень много деталей. То есть невеста приходит уже с готовым, там, она выбрала платье, она выбрала оформление. Либо, наоборот, бывает, приходят невесты, я увидела вас и хочу вашу работу. Да, да. Открашения хочу. Да, но я так не разрешаю сначала платье, потому что никогда не знаешь, какое платье то самое. Правильно, правильно. А как подобрать? Надо держать в узде. Если локоны, то мы не можем, длинные будут путаться. Вы, получается, еще и стилисты, да? Ну, в какой-то степени, да, это входит, потому что тебе нужно собрать все воедино. Не может быть только одно платье или только одна прическа. Мы должны смотреть на образ невесты в целом, и только тогда мы сможем подобрать украшения. Индивидуальность-то наших самарских невест проявляется в выборе как раз аксессуаров, или в основном это что-то плюс-минус одинаковое и как-то так становится скучной рутиной? Нет, проявляется в последние годы очень часто, потому что каждая пара сейчас хочет быть индивидуальной. Они оформляют свадьбу в своих цветах, пишут свои фразы, невесты на платьях вышивают какие-то фразы, которые, значит, для пары очень много. То есть сейчас каждая невеста и пара в целом стараются быть индивидуальными. Очень выкандрит. Ну, я думаю, что они дают особое значение своей свадьбе. То есть если раньше плюс-минус одинаковые были картинки, то сейчас каждая пара вносит в свою свадьбу что-то неповторимое. Какое-то самое необычное украшение, которое вам заказывали, говорили, что... Я помню ободок из фильма «Секс в большом городе», вторая часть, где была Кэрри Брэдшоу в черном костюме, и у нее такой огромный черный ободок был на голове. Невеста хотела такой же, только белый и расшитый бисером. У меня сейчас на секунду белый шум был в ушах. Я понимаю, о чем вы. Хорошо. А мужчина выбирает, кстати, аксессуар? Да. Может быть, брошь какая-нибудь, еще что-то. Брошь. Очень часто женихи выбирают брошь вот сюда. Это какая-то такая строгая, необычная, с жемчугом брошь. Иногда бутоньерки заказывали. Я плела так из цветов и проволоки сюда бутоньерочки. Соответственно, все красиво так переплетается с украшениями. Да. О, была необычная бутоньерка у жениха в виде бокала шампанского. Попросили вышить такую бутоньерку. Ого. Давайте сделаем небольшую паузу. Аксессуары у меня не только на свадьбе, но и в вечернем наряде. Например, для визита в театр. А в выборе спектакля, естественно, поможет Юлия Север. Интригующая, запутанная и отчасти смешная история человеческих взаимоотношений. Балет «Укращение строптивой» в Самаре представил Большой театр России в рамках фестиваля «Шестакович. 20-й век». Это абсолютно про любовь, история, про путь к ней, про борьбу, через которую приходится проходить всем героям этого спектакля. И про любовь разную, и игривую, и с характером, и абсолютно такую любвеобильную, открытую. Абсолютно такие разные все истории. Пьеса Шекспира за свою долгую жизнь пережила сотни, если не тысячи интерпретаций в самых различных жанрах. Перевел пьесу на язык тела и хореограф-постановщик Жан-Кристоф Майо. Спектакль для Большого театра хотел поставить именно на музыку русского композитора. История Петруччо и Катарины разыгрывается под мелодией Дмитрия Шестаковича. «Шестакович, с одной стороны, сложно танцевать, все-таки он писал в трудные времена. Хочешь, не хочешь, все равно ты думаешь о том времени. А с другой стороны, это супермузыкальные произведения, яркие, особенно в этом спектакле. И здесь такая создана компиляция из совершенно разных произведений. И это такая своего рода фишка этого спектакля». «Именно балет для меня важен, а тем более в рамках фестиваля Шестаковича 20 век и по произведению музыкального Шестаковича. Тем более Большой театр России. То есть известные актеры, известный балетмейстер французский. Это меня все привлекает». Не только для самарских зрителей эти гастроли стали подарком. Сами артисты Большого театра дали высокую оценку культурной жизни в Самарской области. «Я поражена, конечно, театром. Театр феноменальный, фантастический. Видно, что сделан ремонт и с большой любовью для артистов в первую очередь. То есть очень хорошие гримерные комнаты, залы, сцена, прекрасной красоты, необыкновенный зрительный зал. Это все, конечно, не может тебя оставить равнодушным». Юлия Север, Вячеслав Жирнов, Александр Дудко. «Утро губернии». Продолжаем наше приятное общение с Кариной Кондаковой. Об аксессуарах свадебных мы сегодня говорим. И действительно хочется узнать о трендах. Появились ли какие-то новые украшения, не только серьги, ободки? Может быть, что-то еще? Из интересного сейчас, кстати, очень популярны объемные ободки. Вуали популярны опять стали. Перчатки, фатинные. Ну, атласные тоже всегда были, но они особенно элегантные, если они когда-то длинные. Необычные кафы стали украшения, когда по всему ушку идет сережка и спускается тоже очень красиво. Что еще интересного? А, фатиновые платочки стали интересны. Да, когда такая стильная свадьба с очками, ретро. Это тоже стало интересно сейчас. А вообще вот мода, которая бытовая, да, она переходит как-то на свадебную моду в плане аксессуаров? Или все-таки мы роскошно, пышно это остается в тренде? Или все-таки как-то минимализм сейчас присутствует? И то, и то. То есть невесты все равно все отличаются. Бывает минимализм, когда просят сережки, жемчуг, например, он всегда популярен и будет. А иногда что-то необычное, какие-то аксессуары. Они переплетаются, то есть нету какого-то определенного. А бывает такой момент, когда невеста приносит, например, бабушке на украшение и просит его вот как-то модернизировать? Да, было. Принесли жемчужное ожерелье старое, очень красивое, и попросили из него сделать серьги и ободочек. Ого. Да, и сохраняя жемчуг, мы сделали так, чтобы это можно было потом носить. То есть это был классический жемчужный ободок и аккуратные серьги, чтобы невеста и после свадьба. Получается, вы еще и кастомайзер. Я просто считаю, знаете, сколько... Да, функционал. Да, на самом деле функционал большой, потому что запросы разные, и я стараюсь всегда помочь невесте, чтобы получилось то, что она хочет. А бывает, что вообще невеста приходит, такая, хочу вот это и вот это, и вот это, вы понимаете, что слишком много будет. Да, я всегда говорю невестам волшебную фразу. Здесь главное ты. Мы должны на свадьбе видеть тебя. Здесь не главное платье, не прическа, не украшение, а ты. Психолог. И тогда, да, невеста успокаивается, ей становится немножко полегче, и мы уже подбираем украшения, и все после этой фразы. А как вы вообще начали этим заниматься? Просто здесь, правда, такой широкий профиль. Вы как-то вот экспериментировали перед тем, как найти себя в свадебных украшениях? Вообще это было всегда. У меня мама много шила, она одевала меня и брата, и она учила меня шить, вышивать, вязать. Я умею практически все. А к свадьбам пришла я случайно, мой стоматолог выходил замуж, она знала, что я рукодельничаю, и она пришла мне и сказала, я хочу ободок, умри, но сделай. И, собственно, она пришла с этим ободком в салон, им понравилось в салоне, и мы уже начали сотрудничать и с салоном. Так и началась свадебная индустрия. А вы только со свадебными сейчас аксессуарами работаете или с другими? Нет, есть и повседневные украшения отдельные, потому что зачастую невеста приходит с мамой, мама тоже хочет сережки, и ты должна их сделать, либо она выбирает из наличия. И уже, получается, ты не только невесте помогаешь, но и маме, и подружкам невесты, потому что все приходят. Какие же украшения вам больше всего нравятся делать? Наверное, ободки или, может быть, сережки? Есть какая-то любовь к определенным направлениям? Есть каф. Это, на мой взгляд, одни из самых необычных сережек, потому что они могут быть разные. Они могут быть с плетением из проволоки, металлическая фурнитура. Они очень необычные, и я очень сильно их продвигаю, потому что они здорово смотрятся. Действительно так. Что касается материалов, есть ли здесь какие-то любимые у вас предпочтения? Да, натуральный жемчуг. Я очень его люблю. На моей свадьбе он тоже был. Я себе делала огромный такие жемчуг, был у меня сережки и шпильки. А какой материал самый сложный в работе для вас? Говорят, нужно вот так, и такие, это будет долго и муторно. Ободки, наверное, самые сложные ободки, потому что это может быть такой атласный, где я обшиваю ободок сама, а может быть, он еще и расшитый, а может быть, на вуалетку нужно приклеить мелкие стразы сваровские. И вот это, да, это самое сложное. В любом случае, желаем вам удачи, чтобы вдохновение не покидало вас. Но действительно, бабье лето, прекрасный свадебный сезон, я уверен, работы еще будет очень много. Успехов! Продолжаем нашу программу. К свадьбе мы подготовились, остается найти жениха и невесту. Пока мы занимаемся поисками, Марина Баркова скрасит это время ожидания. В красных кроссовках и джинсах, да еще и играющим хит сэра Пола Маккартни, таким заслуженного артиста России Николая Солоновича коллеги из оркестра точно не видели. Да и если бы встретили в стенах Самарского лицея, не узнали. На самом деле, велончелист на гастролях в Самаре таким образом отвел душу. Академической музыки мне как бы стало хватать именно на работе. То есть я перестал ее слушать. И, так сказать, свое вдохновение я черпаю при прослушивании именно рок-музыки преимущественно. Но вообще без музыки я не представляю себе жизни. Заслуженный артист России играет в Национальном филармоническом оркестре под управлением Владимира Спивакова. В Самарской и Толятинской филармониях исполнял оркестровые номера из опер и аккомпанировал Диви Екатерине Петровой. Между двумя концертами он попал навстречу в Самарский лицей и сыграл пару рок-н-рольных вещей с группой Барды. С рок-музыкой я познакомился, наверное, в начале 80-х годов, то есть когда мне было там 10-11 лет. Вот, я услышал такие группы, как Queen, ну, Beatles, конечно, Genesis. Вот, и очень мне стало это близко по духу. Преимущественно я слушаю прогрессив рок. Наиболее яркими представителями этого направления являются группы Genesis, Yes, вот, Азия – это то, что у меня на кофте. Поскольку музыкант в душе рокер, только раз в год он может встретиться с друзьями по духу на джеме. Виолончелиста вырвал из графика новокуйбышевский рокер Борис Черков, чтобы ночью в своем загородном доме вместе вспомнить любимые аккорды. Но что-то во мне не дали возвращаться, Я не верну, прости забуду. Днем компания рокера встретилась с молодыми дарованиями одного из самарских лицеев. Школьная рок-группа «Инфаркт Леопарда» хоть и распалась буквально на днях, но в лице «Фронтвумен» показала свой дерзкий характер. Он опкает, опкает, машет весном, Казила по башке и удеет по делам. Меня позвали на сцену, я что-то играла, и музыканты, так как они профессионалы, не смогли подстроиться, подыграть мне. И это совершенно невероятное было ощущение. Такая картинка возникла в голове. Так как я с закрытыми глазами сидела, создалось ощущение, будто я в каком-то волшебном лесу, и меня окружает, вот как в фильме саундтрек играет, примерно такое ощущение. Марина Баркова, Владимир Терентьев, программа «Утро губернии». Ну и сегодня все, всем хорошего дня. С вами в лучиках бабьего лета грелись ведущие Сашка Андреевич. И Катя Перка. Пока-пока. Слушай, я понял, почему бабье лето именно бабье, и оно такое ужасное, непонятное, с плохой погодой. Ну почему? Вот было бы оно мужичковое, то погода была бы идеальна для шашлыка, для охоты, для рыбалочки, для загара. А ну бабье, вот и все. Ну-ну, понятно, все с тобой. Подробная информация на сайте. Субтитры создавал DimaTorzok